Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствуем вас этим воскресным, жарким днём на стадионе на Флотской. Конец июня, и сегодня у нас решающие игры большой и малой Москвы. Кто-то называет это Москва-кубки. Мне ближе, наверное, название Евро-кубки. Сейчас у нас в эфире будет первый матч самого младшего из четырёх турниров, но при этом очень важного и престижного Кубка Москвы, где команды, которые играли в третьих дивизионах в прошлом сезоне, по кубковой системе соревнуются в плей-офф с 1-16 финала. Команды, соответственно, со всей Москвы двухматчевые противостояния были на протяжении всего турнира. Было очень много интересного, а в итоге, как оно обычно и бывает, в финале сошлись самые достойные по этому турниру. Самые достойные хотя бы просто потому, что они выиграли все свои противостояния, хоть и не все поединки при этом. Ну и вот сейчас разыграют трофей Кубка Москвы. Северо-западный динамит, который сегодня здесь на стадионе на Флотской заявлен как хозяин, и южный Штарк, который по иронии судьбы заявлен в качестве гостя. По иронии судьбы, потому что Штарк, к слову, соперники этих команд по турнирной дистанции как раз чемпионами своих дивизионных в нынешнем сезоне не стали. Что еще раз подтверждает, наверное, обоснованность выхода в финал желто-зеленых, это я о динамите, и бордово-синих, это я о Штарке, если у кого-то какие-то сомнения еще были. Пока у нас матч начался, давайте с составом команд бродимся. Плодирует, приветствует трибуна футболисты. На трибунах у нас сегодня обещает быть достаточно жарко. Об этом тоже расскажу, и уже первые отзывы есть. Итак, динамит в следующем сочетании вышел на поле. В воротах Алексей Лещенко, номер один, капитан команды. В защите играют Андрей Попов, 16-й, Денис Сорокин, 22-й. На позиции опорного полузащитника Андрей Маслиный, номер 11. Над ним играет Михаил Семенов, номер 19. Справа в полузащите Роман Мельничук, номер 10. По левому флангу будет действовать Яков Саркисян, номер 12. И Кирилл Сорокин, 18-й номер, на острие атаки. Что касается Штарка, то его ворота защищает Арсений Зайцев. У него номер один. Схема точно та же, 2-4-1. Два защитника, Александр Петросов, 69-й, и Николай Кравченко, 17-й, капитан команды. В опорной зоне над ними Алексей Печенин, номер 11. Под нападающим действует 13-й номер Евгений Каратаев. По краям справа Александр Брынкин, 93-й, слева Владислав Никитянов, 9-й номер. И Андрей Бонадысенко, номер 85. Главная надежда команды в атаке. Сразу у нас без раскачки начинается игра. И первое же атакующее действие Динамита заканчивается ударом Андрея Масленова. 2-11 номер в опорной зоне сегодня действует. К запасным сразу обращусь. Владимир Лаврухин под номером 13. Он, ну хотя посмотрим, может быть 50-й будет номер у него, как в протоколе распечатанном. Просто он, поскольку опаздывал Арсений Зайцев, готовился начать в воротах. Но Зайцев приехал, когда уже практически выходили команды на поле. Когда уже арбитр встречи ждал их около судейской будки. Еще удар, штанга! Динамит очень мощно начинает. Это опять, опять Масленый бил поворотом. На этот раз куда лучше получилась вот такая пристрелка от Масленого. Первый раз неудачно, а второй раз штангу. И сейчас он может еще одну позицию для удара получить, но немножко завозился при обработке мяча и не ударил. А зона-то была у него перед ним свободная. Ну так вот, Лаврухин готовился выйти на последний рубеж. Пока ждут Арсений Зайцев, но не потребовалось. Ну вот он в запасе, также в запасе Михаил Бершаков номер 3, Антон Карпеев номер 8, Александр Ерофеев номер 10, Денис Полякова 19 и Александр Алеудинов 84. У Динамита запасные, но после этой атаки хорошо скинул сейчас Бонадысенко Брынкину, но Брынкин немножко с мячом не разобрался. Запасные Динамита. Константин Тезин 7, Алексей Подлегаев 27, Егор Смирнов 77. Посмотрим, как будет работать тренерский штаб. Сегодня Кирилл Рудов возглавляет Динамит. Дело в том, что Сергей Чиликин, идеолог, бессменный лидер, может быть, командант этой самобытной северо-западной команды, в третий раз за всю историю. А история Динамита очень богатая. Вот он в третий раз за всю историю не может быть. По семейным обстоятельствам уехал он из Москвы. Причина уважительная и серьезная. Вот мы желаем Сергею, чтобы все проблемы разрешились. Ну а сейчас наверняка он смотрит этот матч в прямом эфире. Передаем ему привет соответственно. Смотрит, переживает. Для Динамита этот матч идет под грифом «Матч жизни». Соответствующие постеры на социальных сетях уже расшарены. Ну и подготовка самая серьезная. Должны подтянуться болельщики сегодня Динамита. Была организованная группа. Там вроде бы решили обойтись без фаер-шоу, но при этом вроде без фаер-шоу решили обойтись, поскольку здесь на плоской запрещено. Но какой-то перформанс должен быть. Не знаю, увидим или нет мы. Вот еще один удар опасный в исполнении футболистов Динамита. Это Денис Сорокин заряжал. И удар хотя был по центру и под перекладину, но спрятан от Арсения Зайцева. Был за большим трафиком. И голкипер здорово сыграл, что поставил руки и вытащил мяч. А это уже по-настоящему спасение, потому что на угловом забыли другого Сорокина. Кирилла и великолепный форвард сейчас бил головой без сопротивления. Под перекладину вытащил Зайцев. Но это все только отсрочило гол, потому что уже на четвертой минуте снова тот самый Кирилл Сорокин получил мяч и, развернувшись из-за штрафной, прошил буквально низом ближний угол. И Динамит в этом поединке вот так вот очень быстро повел. Не знаю, стоит ли говорить о том, что это взять в ворот назревало, но, безусловно, игровое преимущество у Динамита было. И вообще Динамит, конечно, сегодня фаворит. История команды длиннее, чем у Штарка, а главное, в общем-то, богаче. Динамит — это большая фигура на просторах любительской футбольной лиги. Это неоднократный, если не ошибаюсь, самый титулованный клуб, неоднократный чемпион на Северо-Западной лиге. Последний раз на Северо-Западе Динамит в сезоне 13-14 побеждал. В сезоне 15-16 он играл в Кубке ЛФЛ и брал серебряные медали. И сейчас Динамит играет в дивизионных нишах. Он был в третьей лиге в прошлом году и выиграл ее. В этом году выиграл вторую лигу. Это не по причине, как часто бывает с авторитетными командами, что случился какой-то раздрай, упадок, и команда тяжелые времена переживала, понижалась в классе. Нет, Динамит принял решение спуститься по дивизионам. Такое тоже бывает. Еще один удар в восстановлении Масляного. Но здесь Зайцев без проблем мячло. Это предпочел сам, скажем так, распустить топ-состав свой по меркам у Штювера Западной Лиги точно. Спустился по дивизионам. И теперь Динамит поднимается наверх, используя свой старый состав игроков, которые много лет отдали клубу. Еще один удар здесь Яков Саркисян классно сместился в центр. Даже не со своего левого фланга, а, в принципе, и с середины практически. И сместился даже не в центр, а уже чуть правее. И пробил с правой ноги. Но на месте был Арсений Зайцев. После розыгрыша углового основа Саркисян исполнял технико-тактическое действие. Выполнял подачу. Но она оказалась высоковатой. Арсений Зайцев, а, вернее, защитник там разыгрывал отворот рискованно. Но, наверное, правильно. Штарку нужно как-то забирать мяч. Возможность разыграть через низ. Действительно, это хороший шанс провести атаку. Но при этом прессинг Динамита может доставить Бордова злубым проблем. Но вот в этом случае Штарк вышел и сразу же практически довел дело до удара. А вот сейчас атака не получается. И сразу же, ну, не с чистым преимуществом, но на скорости идет Динамит. Это Масляный был. В итоге мяч отдал Михаилу Семенову Масляный. Удар Арсений Зайцев на месте. Очень много уже у молодого голкипера работы. И, несмотря на пропущенный гол, в целом он с ним справляется здорово. А здесь уже Брынкин хорош, один из лидеров Штарка. Вообще Штарк, надо сказать, что свой состав смог сохранить. И команда, которая была на севере год назад пятой во втором дивизионе, она не смогла попасть в стыки. Хотя шла по ходу сезона в четверке. Не знаю, до или по итогам уже сезона или до окончания его было принято решение. Решение здесь голевой момент. И Яков Саркисян выгребал мяч, пытался его в дальний угол направить, но пространца было не очень много и не получилось. Мимо ворот мяч прошел. Но так долго Штарк, конечно, не продержится. Так вот, не продержится, скажем так, в зоне борьбы, я бы сказал, потому что уже команда выступает в счете. Так вот, Штарк, по сути, сохранив свой состав, а вот удар Брынкина после скидки Бонадысенко. Удар получился менее опасным, чем была в позиции, но все равно это важно. Штарку нужно сейчас контр-игру налаживать и как раз тревожить Лещенко именно моментами. Ну так вот... Пятое место команда заняла, ушла на юг, и на юге вторую лигу выиграла, уверена. Не знаю, имеет ли смысл здесь говорить о том, что южная вторая лига слабее северной. У Штарка был, например, очень серьезный оппонент. Команда Реал Спорт, которая, кстати, тоже в Кубке Москвы играла и обладает несколькими очень неплохими футболистами Реал Спорт и ресурсами небезызвестный Сергей Лакин, который, собственно, и открыл копировочный центр Реал Спорт уже пару лет назад этой командой заправляет и сам за нее играет. На севере он известен по выступлениям за киллу. Вот он собрал хороший коллектив, но 7 очков тот уступил. Штарку так Андрея Бонадысенко полежал на газоне, и из-за этого мяч даже выбили за пределы поля. Ну и к вопросу о том, кого Штарк пропустил на севере. Три команды играли в итоге в первом дивизионе. Аксиома групп пробилась в стыковые матчи и вышла вчера, выиграв оба команд, которые в высшем дивизионе выступали, в прошлом сезоне. И вот вышла в высший дивизион Аксиома групп. Там две команды выходили из трех. Ну и единственная команда из тех, кто был выше Штарка, это занявший тогда четвертое место Вет, который не вышел как раз, проиграв по пенальти в стыковом матче Хай Теку, который затем первую лигу, усилившись заметно, первую лигу уничтожил, северную. Ну так вот, Вет в этом году уверенно выиграл свою группу второго дивизиона. С одной стороны, большая часть сезона шел за пределами даже первой двойки, которая прямой промоушен получает. Но в конечном счете за тур до финиша оформил чемпионский титул. И сыграет первой лиги в новом сезоне. В общем, соперники очень серьезные были у Вет. Здесь еще один голливейший момент у Динамита. И вот фан-база там реагирует очень остро. Здесь классный пас от Дениса Сорокина. И Роман Мельничук был на острие атаки. Все правильно делал. В касании в дальний угол, но не попал. Здесь надо отметить, что, конечно же, у Динамит и состав действительно серьезный. И я думаю, что и в первом дивизионе Северо-Западной лиги Динамит будет в следующем сезоне фаворитом. Братья Сорокины вернулись в команду. Помимо тех, кто у истоков стоял. А вот, например, Михаил Семенов, игрок, который известен, например, по выступлениям в Суперлиге в пляжный футбол. Интересный футболист за ЦСКА играл в пляжки. Ну и не только, я сейчас, наверное, весь его путь не назову, но и в футболе 8 на 8. Он играет регулярно. И на самых важных турнирах, например, в Континентальной футбольной лиге принимал участие по-моему, и в последний тоже регулярно он за тот или иной питерский коллектив играет. Ну, а Динамит продолжает доминировать. Семенов как раз с Аркисяном разыгрывает угловой. Думаю, что Чиликину, который наверняка наблюдает, ну или в записи посмотрит этот матч, происходящий очень нравится. пока пока контр-игры немного в исполнении Штарка. Очень тяжело все дается команде. Уже пошли замены. В центр поля некоторое время назад вышел Денис Поляков под 19 номером. Его легко по красным трусам узнать. Здесь попытка удара через себя. Еще одного появившегося на поле игрока Александра Алиудинова. Одного из руководителей команды. Но удар не точный. Не представил я арбитров встречи. Не представился сам. Сейчас исправим это упущение. Дмитрий Новиков обслуживает эту встречу в поле. Представляет он южную, кстати, лигу. Но о какой-либо предвзятости, о каком-то протекционизме здесь речи быть не может. Еще удар опять Саркисян опять сместился в центр. Бил метров с 30. Почти и Зайцеву трафик мешал, но Зайцев мяч отразил. И отразил в сторону по вратарской технике. Помогает Дмитрию Новикову Слифудин Рамазанов, арбитр Северной Лиги. Ну и комментирует для вас встречу Александр Седов, режиссер трансляции Никита Лаврентьев. Ну а Дмитрий Закиров обеспечивает вас картинкой. Очередные замены сейчас у Динамита Мельничук оказался на скамейке запасных и вышел кто-то по 22 номерам. Сейчас будем разбираться, потому... А, нет, прошу прощения, не будем. Да, даже Денис Сорокин вернулся в игру. Все правильно, 11 человек у Динамита. Сорокин уходил, начинал как один из двух центральных защитников, но сейчас он Мельничука по позиции заменил, вышел на правый фланг. Ну, Денис Сорокин игрок универсальный, Кирилл в общем и целом тоже, но вряд ли Кириллу нужно будет куда-нибудь уходить из центра нападения, а вот Сорокин вполне себе может позиции менять. Сорокин, который Денис. Опять Аркисян не привязан он к Левому флангу, но сейчас именно там он мяч получил, сыграл с Кириллом Сорокином, там был фол, но Кирилл сходил мяч, обыгрался с Михаилом Семеновым и бил сейчас ближний угол, который уже конечно в такой ситуации Арсений Зайцев не контролировал, но не попал, не попал и оставил больше интриги Штарк пытается разыграть низом, но делает это очень рискованно и на мой взгляд не очень удачно. Александр Петросов такую в принципе рискованную, но нормальную передачу сделал. Денис Поляков ему вернул лягушечкой мяч и слабо и сразу под прессингом Кирилла Сорокина оказался 69 номер и там повезло во многом, что удалось ему заработать отворот. В этот раз выход получился лучше, Штарк на чужой плане поля цепляется здесь аут или штрафной? Штрафной, насколько я понимаю. Земли нужно, это шанс. Не сказать, что это прямо самая ударная точка, но и отсюда можно забивать какой-нибудь условный Антон Киреев порадовался бы возможности пробиться точки штрафной. Очевидно, порадовался и игрок Штарка, но не дожидаясь, пока Лещенко поставит стенку, пустил мяч по крученной дуге и не попал в створ ворот. Это очень прилично не попал Владислав Никитянов. Один из лидеров. Начал я говорить о Штарке, о том, что по большому счету всех лидеров команды сохранила. Ну, наверное, Евгений Каратаев только из состава, который есть у команды, которая сегодня в финале играет. Вот 13 номер. Мало совсем в прошлом сезоне выступал за Штарк. Матчи, по-моему, 7 провел, если я не ошибаюсь. А до того он в ЛФЛ не выступал много сезонов. Предыдущее его появление было тоже там эпизодическим. В команде легенда, которая выступала в Северной Лиге, потом она преобразовалась в СССР и в Империю 2. Потом канула в Лету вместе с Основной Империей. Но были другие футбольные активности у Евгения Каратаева. Сейчас он под нападающим, под Андреем Бонадысенко действует. Ну и, собственно, это те, на кого в первую очередь Штарк рассчитывает, потому что Бонадысенко может и сам зацепиться, и пробить, и скинуть. На мяче является ключевой фигурой в атаке команды. Ну, а Каратаев способен войти в зону, получить передачу, получить скидку и, соответственно, пробить поворотом. Потихонечку собираются многие известные в любительской футбольной лиге личности на стадионе. Я думаю, что чем ближе будет главный матч года, финал Лиги Чемпионов Гефест ЦДК, тем большую аудиторию мы здесь увидим. Бонадысенко зацепился, заработал аут, сейчас нужно Аляудину мяч оставить. Не дело Бонадысенко бросать из-за боковой, когда он может побороться в штрафной, тем более туда будут очевидно закидывать, поскольку один из центральных защитников Александр Петросов потрусил туда, к боковой линии, он вообще играет правее, а тут с левой стороны аут вводит, бросает к штрафной, но на Бонадысенко мяч не долетает, его выбивают, Кирилл Сорокин спешит, пытаясь, нет, не Кирилл, прошу прощения, Денис Сорокин пытался мяч догнать, у него не вышло, но вот Штарк сумел на чужой половине поля какое-то подобие, как минимум, позиционной игры создать, может быть, каких-то осмысленных комбинаций мы не видим, но есть давление, а учитывая, что Петросов продолжает закидывать ауты, там может в любом случае выигранная борьба или отскок случится, и вы смотрите, Евгений Каратаев головой бьет, хотя вроде бы выпрыгивал футболист Динамита, по-моему, масляный был и не попал по мячу, Каратаев даже без прыжка кивнул, и так невысокий футболист кивнул в сторону ворот и здорово все сделал, пробил, но Лещенко был на чеку, не под самый угол удар пришел и Лещенко мяч отразил. Здесь дальний удар на месте Арсений Зайцев, бил Михаил Семенов, Саркисян с Денисом Срокиным разыгрывает, пас на Кирилла, тот сразу против даблтима, баскетбольным языком выражаясь, оказывается, и Штарк сумел мяч выбить. Смотрю, Владимир Лаврухин переоделся, видимо, не будет он выходить на поле, останется как подстраховка Арсению Зайцеву, она ему, в общем, так-то не нужна по игре, но мало ли что может случиться. Зайцев хорош, и снова он хорош, здесь Саркисян в лицевую немножко закопался, вынужденно, и за это бросился ему в ноги, но угловой выбил, после углового здорово сработала защита, а здесь Бонадысенко вынужден глубоко отходить, забег Брынкина, и Константина Тезина, который появился на поле, пока только, а так, Егор Смирнов тоже не выходил, вот Тезин единственный, кто выходил, менял сначала Дениса Сорокина, затем Денис Сорокин поменял Мельничука, вернувшись в игру, а вот Егор Смирнов и Алексей Подлегаев, два важных человека в системе Динамита, которые многое делают для развития команды, они пока в качестве запасных здесь находятся, но вполне вероятно, еще сегодня в игре участие примут. Замены, возвращается Мельничук у Динамита, сразу двойная замена у Штарка, во-первых, вернулся Владислав Никитянов, здесь еще удар от Сорокина нападающего, но не доходит мяч до Зайцева, было очень опасно, и Александр Ерофеев, впервые в игру вступил, Никитянов на свой левый фланг заходит, ну, а Ерофеев в опорной зоне. Располагается, он Алексея Печенина поменял, Кратаев под нападающим остается, там же Настрията Кибанадысенко, справа Брынкин, тоже не меняется, ну, и стабильность защиты Петросова и капитан команды Кравченко. Играют в классическом ключе против Кирилла Сорокина, перед собой и за собой держит. Сейчас показалось, что была рука у Масленова, но она была в естественном положении, некуда ее было убирать, поэтому Дмитрий Нойков свистка не дал. И здесь Зайцев не сумел мяч поймать, тот скакал, может быть, немножко не рассчитал. А вот-вот сейчас вы, наверное, слышите в Интершуме болельщики Динамита включились. Кстати, насколько я знаю, и Сергей Чиликин, и Алексей Подлегаев предложили большие усилия для того, чтобы эту группу собрать. Здесь Михаил Семенов, может, и сам бить и отдать. Он бил, но было по траектории ощущение, что как будто отдавал, потому что не в вороты мяч летел, а в Дениса Сорокина. Но в любом случае заблокирован был и просто угловой. Угловой, который разыгрывает подболиста Динамита, а здесь как сыграл Брынкин. Семенов ударил, при удачном течении обстоятельств мяч бы за боковую линию улетел и был бы отдан Штарку, но в итоге получилось, что отскочил к защите Динамита и выматывающая осада ворот Штарка продолжается. Она, может быть, была бы и даже более для Штарка выматывающей, но сама команда действовала бы с большим воодушевлением, если бы уже не успел Кирилл Сорокин забить один гол, а сейчас он забивает второй, потерял его Петросов, навес Семенова был идеальным и на 24-й минуте, спустя 20 минут после своего первого гола, Кирилл Сорокин оформляет дубль, взрывая в очередной раз трибуны, вызывая очередные скандирования Динамит, Динамит и 2-0 теперь для Штарка ситуация становится практически критичной по учитывая силу команд, учитывая расклада сил на поле и счет, наверное, сейчас можно уповать лишь на то, что 2-0 опасный счет и что Динамит там расслабится, да, и теряет концентрацию, но не похож Динамит на команду, которая расслабится. Кирилла Сорокина заменили вполне закономерно Яков Саркисян зашел на острие атаки, он и так постоянно смещается в центр, теперь непосредственно будет играть впереди. Наверное, здесь можно ожидать Саркисяна мобильности, но пока в атаке Штарк, а вот разыгран удар и достаточно перспективно было, Алексей Печенин развернулся, но пробил казалось изначально с комментаторского ракурса, что опаснее мяч летит, но в конечном счете все-таки слишком мимо дальней штанги прошел этот удар. вынос простой от Кравченко, но Бонадысенко сыграл головой, правда, у него не получилось скинуть на Никитянова и из-за этого мячного у Динамита если была бы у нас метрика владения мячом, ну, наверное, 60%, а может быть и за 60% у Динамита, даже, наверное, за 60%. Иногда просто кажется, что владение тотальное, а потом смотришь, нет, более-менее равные цифры, ну, там, условно равные, кажется, что 80%, а на деле, там, 58% перевеса одной команды, 42%, но это все, а лирика у нас нет. Таких цифр диспозиция ясна, ясен сейчас расклад, но при этом Штарк продолжает держать строй, это очень важно, и пока строй этот держится у Бордово-Голубых, шанс у них на что-либо остается. Здесь, опять же, какая задача по мере поступления, надо их решать, сейчас держать оборону, не пропускать уже теперь ни в коем случае, ну, и забить гол. Его при нынешнем счете можно, ну, практически в любую, в любую минуту забить, чтобы был шанс спасти игру. Здесь был Фолла, Никитянов при обработке мяч отпустил, Мельничук резко ускорился, успел в мяч сыграть, и после этого Никитянов, тянувшись к мячу, сфалил. Здесь, ну, здесь прощает Саркисян сейчас после прорыва Андрея Масленова, одного из лидеров, безусловно, Динамита, прорвался он правым полуфлангом, выложил на пустые ворота Саркисяну, тот в касании пробил выше, ну, казалось бы, да, просто попади, но не так уж просто, на самом деле, вот такой мяч в ворота направить, ну, опять же, здесь был бы сейчас счет 0-0, была бы 60-я минута, кого бы это волновало, что не так просто, ворота все равно были пустыми, и поставь чуть-чуть по другому ногу, и все равно бы наряд залетел, ворот никуда не делся, ну, неважно, уже заигран, уже в атаке Штарк, уже имеет стандартное положение, коим для Штарка является аут, но Михаил Семенов играет на опережение, заполняя позицию перед Андреем Бонадысенко, падение штрафной пенальти, и вот, пожалуйста, из ничего, казалось бы, но на самом деле, давление, на самом деле, стандарты, и фолл, исполнение Мельничука, Андрей Бонадысенко умеет ставить корпус, умеет выбирать позицию, а пенальти бить будет Владислав Никитянов, но сейчас для Штарка во многом момент истины, 29-я минута, можно не только скрыть отставание до минимума, но и забить гол в раздевалку, то есть, воодушевиться перед самым перерывом, там надо будет еще не пропустить потом, но в целом, интересно, Арсений Зайцев развернулся спиной сейчас к чужим воротам, удар-гол с мясом забивает на 29-й минуте Никитянов достал Лещенко этот удар, как сказали бы многие мои коллеги, в том числе с центральной телевидения не гадал, прыгал по удару, а потому достал, почему-то всегда считается, что если развили вратаря мяч по разным углам, то гадал вратарь, а если тот дотягивается, то не гадал. На самом деле, конечно, если говорить о том, что не гадал, но можно сказать, прочитал, куда пойдет удар, только вот так, вот естественно, прыгал в момент удара, а не смотрел, куда там мяч полетит, но все равно, настолько хорош был удар по силе, что в итоге Лещенко только подкорректировать его траекторию смог, а мяч все равно, ворота залетела, и в момент, может быть, у Штарка, контратака, здесь чуть-чуть уже у Никитянова не получилось, эмоционально сейчас, Штарк проводит концовку, но здесь уже контровыпад динамит, и догоняет Саркисян, мяч здесь очень опасно, может быть, Саркисян убирает под левую, бьет с острого угла, успевает Евгений Каратаев доработать угловой, и зарабатывает динамит, здесь Саркисян, который до этого все время под правой убирал, решил обмануть, сыграл так, как не ожидал соперник, но при этом позицию ухудшил, все равно можно было из нее забить, но это не вышло сделать, перерыв, ничего не добавил Дмитрий Новиков, давайте отдохнем вместе с командами, 2-1, нас ждет интересный второй тайм, ну что, все готово, у нас к началу второй половины встречи, теперь динамит с антрополя мяч разведет, финал Кубка Москвы, казалось бы, преимущество желто-зеленых, команда из Сергея Чиликина, одной из самых самобытных, авторитетных и древних известных команд ЛФЛ, казалось бы, преимущество динамита подавляющее, но Штарк благодаря одному эпизоду сумел вернуться в игру, очень здорово все сделал Андрей Бонадысенко, подставился под фол, выиграв позицию в чужой штрафной, но в десантнике Тиану приализовал пенальти, и таким образом у нас интрига в полный рост живет сейчас. Давайте посмотрим, в каких составах вторую половину начали команды, Лещенко у динамита в воротах, Андрей Попов и Денис Сорокин в защите, Масляный в опорной зоне, слева Роман Мельничук, Михаил Семенов под нападающим, Яков Саркисян справа и на среду Кирилл Сорокин. В общем, все так же, как первый тайм начинала команда, единственное, что местами поменялись Роман Мельничук и Яков Саркисян. Словно им на флотской удобно одному по бровке около трибуны, а другому по бровке около скамейки запасных бегать в момент какой! И подача сейчас была в исполнении я не ошибаюсь, Кравченко, капитана команды Пуштарка и Бонадысенко там головой замыкал, но как-то не подстроился под мяч, но вообще это был шикарный шанс. Бонадысенко обычно такие используют в том-то и дело, что это форвард, который умеет не из стопроцентного голевого момента сделать гол. То есть момент был неплохой, но все-таки там не так-то просто было замкнуть. А здесь что? Нет гола! А здесь гол все-таки есть. Ну, сначала не повезло Штарку, что мимо мяча махнул защитник, затем Яков Саркисян каким-то чудом не забил, там была перекладина и, по-моему, зацепил Арсений Зайцев мяч, но в конечном счете уже Михаил Семенов вносил с линии ворот головы мяч. Опять быстрый гол, тогда на четвертый, сейчас на третьем минуте тайма исполнение динамита и опять до двух мячей вырастает равенство в счете. Ну, а Яков Саркисян делает кульбит, кувырок за то, что не забил сам. Но там он, по-моему, в качестве ассистента должен быть записан. Тут же у Штарка Денис Поляков в опорную зону выходит, а я еще не успел состав Штарка на вторую половину встречи озвучить. Арсений Зайцев защищает ворота, Кравченко Петросов в обороне, уже в опорной зоне Поляков, над ним Евгений Каратаев, опять Арсений Зайцев там прыгает, одной рукой тащит, Брынкин и Никитянов по краям бы, Надысенко на острие атаки. Я так понимаю, что Печенина как раз заменил Поляков и надо констатировать, что команды в стартовых сочетаниях начинали встречу и, вернее, в стартовых сочетаниях начинали и вторую половину встречи и, как и в первой, Динамиту удался быстрый гол. Может быть, имело смысл Штарку до начала второго тайма внести коррективы, не устраивать себе проблем. Надо рассказать, как шли соперники к этому финалу. Динамит в одной шнадцатой Кубка Москвы встречался с командой Парафа-20, представляющей второй дивизион Юго-Западной лиги и занявшей в итоге четвертое место. Интересно вот сейчас смотреть, как по итогу выступили соперники на пути в плей-офф этих команд. Дома 9-1 выиграл Динамит, сняв все опросы и потом на выезде расслаблено победил 5-3. В одной шнадцатой финале был амбициозный северо-восточный Диркальян, тоже вторая лига, но он в своей второй лиге занял второе место. Но суть та же. 6-1 в первом матче, Динамит снимает все опросы и затем в гостях выигрывает скромненько 3-1 без особых проблем. Дальше был юго-восточный Мэнс, который во второй лиге занял шестое место в этом сезоне. И там вот первая игра была выездная и продолжился тренд, что на выезде Динамит играет похуже. И сыграл 3-3 он с Мэнс и это единственная потеря Динамита. Единственная непобеда тут очков нет, поэтому потери очков тяжело назвать этот результат. Единственная непобеда в турнире у Динамита 3-3 с Мэнс. В первом матче сейчас уже пытается завести мяч Кирилл Сорокин в ворота, но это не выходит. Ну а затем была домашняя встреча и там после 3-3 на выезде 9-0 Динамит выиграл и вышел в полуфинал. Там был очень серьезный соперник Восточный регион представляющий вторую лигу одного из сильнейших кругов Москвы занявший там второе место и который до этого на среде четвертьфинала одолел Реалспорт команду как раз которая второе место за Штарком заняла. Здесь фолл был с стороны Каратаева и с Днисом Сорокином о чем-то спорят и Дмитрий Новиков вынужден вмешаться сейчас. Ну, карточек наверное не будет просто будет внушение стороны арбитра. Я просмотрел эпизод потому что наблюдал за мячом а это было как раз без мяча. Нет, штрафной это все-таки фолл с стороны Дениса Сорокина вот оно в чем дело поэтому игра и была остановлена это опасно это еще один шанс здесь у мяча Александр Петросов который бросает из-за боковой в штрафную и швыряет бомбочки а сейчас он еще и ногой будет стандарт исполнять штарку очень нужно забивать можно так вот курочка по зернышку и добороться до камбэка ну посмотрим три человека в стенке удар плотный но все-таки высоковатый мяч проходит в полуфинале со здоровым регионом сначала на выезде играл Динамит и вот там сразу же понимая что будет непросто предельную концентрацию команды Сергея Чиликина выдала и 4-1 выиграла на выезде а потом дома уже скромнее победила 3-2 ну такая интересная информация ну как интересная она действительно интересная просто ну сейчас уже наверное комичная хотя тогда было не смешно здоровый регион на первой стадии плей-офф в 1-16 играл с Килл и представителем северной лиги и вот нашему сегодняшнему режиссеру трансляции Никите Лаврентьеву который за Килл выступает сломали ногу в том противостоянии но сейчас Никита уже в деле и помогает своей команде двигаться и в стыковом турнире между третьим и вторым дивизионом и в кубке третьего дивизиона и там и там Килла и накануне и сегодня выиграла матч по пенальти Никита Лаврентьев в обеих сериях голы забивал с точек ну и каков был путь Штарка на самом деле если посмотреть на места соперников Штарк проходил к нему жребий сетка была боль благословна Семенов забивает пас очередной какой из братьев Сорокина ходил они там оба рядом ну и вот на 38 минуте Михаил Семенов обыграл уже спокойно по-моему Денис Сорокин отдавал все-таки обыграл спокойно Арсений Зайцев но у него было пространство и закатил в пустые ворота оформив дубль вслед за Кириллом Сорокиным вот теперь уже на табло крупный счет и он надо признать отражает перевес динамита в этой встрече но это не повод не назвать путь Штарка в финал потому что это была история преодоления на самом деле Сидинамит из 8 матчей 7 выиграл причем в 4-х выиграл крупно обыграв каждого из соперников хотя бы по разу крупно а в один раз только сыграв ничью то в ничью сыграл с тем соперником которого обыграл потом крупнее всех крупнее всего то Штарка в 1-16 финала начало с того что на севере уступил местной академике уступил со счетом 0-5 это не техническое поражение это поражение на поле академика в итоге заняла лишь 14 место во втором дивизионе но тогда академика играла с воодушевлением тогда команда тогда было только начало сезона и академика пусть стартовала не слишком удачно в чемпионате она как раз рассчитывала за счет Кубка Москвы как-то приободриться но в первом матче это удалось а затем был выезд на юг где Штарк победил с счетом 10-1 и так вот легко отыграл все здесь пятый мяч Саркисян все-таки забивает рассыпался сейчас Штарк вот здесь точно Денис Сорокин сделал голевую передачу Массовая замена и не массовая двойная нет одинарная замена только Мельничук ушел и выходит человек про которого я говорил Алексей Подлегаев один из тех кто очень много сделал и в принципе в истории Динамита и для того чтобы сегодня у команды была солидная поддержка он занял место в защите поднялся Денис Сорокин ожидаемо повыше на фланг Мельничука Бонадысенко цепляется Штарк не сдается Алиудинов появился уже в трам тайме ну а Подлегаев попроще играет это едва голевой передачи не стало хотя бы носил мяч просто но я закончу 1-8 финала игра с Железным Феликсом который представляет третью лигу Восток который занял там 10 место но первая игра на выезде у Штарка и Штарк проигрывает 0-4 однако ответная встреча дома уже не так просто было но 6-1 Штарк побеждает и выходит дальше желтая карточка срывает прорыв Бонадысенко достаточно жестко Денис Сорокин получает предупреждение первая сегодняшняя встреча но Денис Сорокин уже пару голевых отдал так что думаю имеет полное право на эту желтую карточку дальше уже было попроще дальше Штарк играл с Редбасом который занял второй лиге востока третье место 3-1 8-3 очень уверенно 3-1 на выезде 8-3 дома ну а затем первое единственное предустояние которое дома начинал Штарк с Гэлакси вторая вторая лига юго-востока девятое место 6-2 6-1 здесь никакого сопротивления бордово-голубые не встретили и очень уверенно вышли в финал но вот там все-таки сильнейшая команда это напоминает не знаю лигу или кубок Москвы уже забыл я когда ЭПС играл с Титаном в финале несколько лет назад там 2-0 все закончилось победой Титана но ЭПС конечно там был андердогом и серьезных шансов по игре не было Титан все сделал хладнокровно и рационально но ЭПС там сражался также Штарк сейчас сражается до самого конца пытается что-то сделать и не опускает рук играть еще много времени 17 с половиной минут Петросов будет забрасывать штрафную из-за боковой здесь Лещенко хорош и посмотрите контратака опять динамита а свободных зон стало конечно же больше потому что Штарк волей-неволей раскрывается здесь был фолл и здесь желтая карточка Владислава Никитянова это срыв атаки абсолютно оправданная и вынужденная предупреждение и опасный штрафной получает динамит но ничего здесь не попишешь пришлось атаку срывать только Егор Смирнов не появлялся у динамита сегодняшней игре у Штарка мы Михаила Большакова по-моему не видели сейчас посмотрим как Саркисян ударит удар не получается но может быть это и не удар был вовсе набегал Михаил Семенов подставлял ногу но не попал то ли по мячу то ли не попал просто в ворота Штарк делает очередную замену Антон Карпеев я не помню тоже выходил или нет ну и Владимир Лаврухин не выходил но сейчас в игру возвращается Алексей Печенин причем у Штарка уже тут перестановки такие что Никитянов действует в опорной зоне а Печенин на левый фланг вышел справа Леудинов ну а Коротаев под Бонадысенко играет Брынкин отдыхает бросает уже Леудинов в штрафную но неудачно здесь было сделано ну и вообще Бонадысенко там против трех оказывается в штрафной ему тяжело конечно теперь Леудинов показывает что будет бросать далеко а играть на Карпеева как раз появился восьмой номер на поле а сейчас покинет его а сейчас покинет и в игру вернется Николай Кравченко капитан команды ну и это шанс какой ошибка Динамита и Никитянов оказался на убойнейшей позиции ну и это возможность Алексея Лещенко тоже одному из главных футболистов в истории Динамита одного из тех с кем связаны успехи команды и поэтому неспроста он носит капитанскую повязку на плече и вот это было для него возможность себя по-настоящему проявить он это сделал и спас команду но Штарк продолжает атаковать Бонадысенко закидывает Печенину тот штрафной надо укоротить мяч укрощает а пас ну на Бонадысенко давал но неудачно но Динамит то надо сказать тоже сейчас разболтанный немножко действует правда вот лишний от Петросова заброс как Бонадысенко здесь надо было к этому мячу успевать как за него цепляться можно не самыми сконцентрированными действиями со стороны Динамита пользоваться сейчас Штарку для Динамита который сейчас сделал ставку на ядро на костяк команды которая в общем-то эту историю формировала и при этом для которой как раз Динамит и этот осетр который на эмблеме есть у команды не пустой звук для Динамита очень важная эта игра неспроста это называют матчем жизни ну и пока наверное пока в кавычках или там может быть мало ли суеверия у кого-то у болельщиков или у руководства Динамита игроков говорим что пока все удачно складывается для команды но 5-1 13 минут очень тяжело Штарку отыграться 1-2 гола вполне учитывая какая-то игра учитывая что моменты у Штарка появляются подходы есть учитывая некую расконцентрацию Динамита и строй потеряли но вот Алексей Подлегаев который очень заряжен видите дорабатывает но здесь его обыгрывает Никитянов пас удар классно классно было разыграно и Бонадысенко здорово бил с лета в дальнюю девятку не попал не попал Андрей там боюсь Лещенко бы не выручил это было бы слишком тяжело он и не прыгал за этим мячом и не уверен я что не прыгал он потому что видел что летит мимо створа мяч Никитянова отмечаем конечно один из лучших сегодня в команде ну и вот обратная связь у нас с Сергеем Чиликиным ну во-первых просит передать что любит свою команду да во-вторых будет у него уже пятая татуировка с посвященной Динамиту и вот в этой татуировке будет имя и фамилия всех кто сегодня сейчас я проверю сегодня или вообще ну написано всем кто был в кубке ну то есть я думаю что всем кто участвовал в этом турнире со стороны Динамита все они окажутся на теле Сергея Чиликина я думаю что он может конкурс устроить в инстаграме на какой части тела он забьет татуировку и какой-нибудь приз от Динамита учредить будет исполнять сейчас этот удар Кирилл Сорокин но не очень удачно я вот отметил Никитянова у Штарк но у кого отметить у Динамита много можно кого отметить вот сейчас я бы отметил это человека нет потом Никитянов будет пас делать Бонадысенко это гол классно разыграно и вот Никитянов посмотрел как бы на ворота но видно было с нашей позиции что он будет отдавать Бонадысенко он его поймал локаторами а дальше уже только изображал удар и пас прошел и Бонадысенко свой дежурный гол забил и вот один мяч Штарк отыгрывает так вот отметил бы я Андрея Масленова очень сильный футболист если я ничего не путаю у него немало предложений от разных команд Сергей Чиликин поправит если что да кстати вот он пишет что каждого кто участвовал в кубке он да фамилию набьет с именем у себя на какой-то чте тела вот по-моему у Масленова если ничего не путаю немало предложений но что неудивительно очень моторный полузащитник вообще я так понимаю что достаточно универсальный парень играет на самоответственной позиции но здесь пока не время печенен момент удар здесь принимает на себя Андрей Попов а здесь фол еще один футболист которого можно назвать одним из героев финала Яков Саркисян тут и Семенов и братья Сорокины в целом как команда динамит очень здорово смотрится но здесь Яков Саркисян фолит может быть неумышленно но это еще один шанс для Штарка счет 5-2 играть еще 9 минут 20 секунд плюс ну наверное минутку здесь если Штарк будет в игре к концу матча минутку наверное добавит арбитр но пока об этом говорить рано пока Дмитрий Новиков в стенку выставляет рассказывает как можно в стенке действовать как нельзя но обить будет Евгений Каратаев один из лидеров Штарк очень плотный удар но высоковатый и вот здесь я думаю что Лещенко все контролировал как раз выпрыгнул вверх выставил руку все нормально ну и вот подсказ о том что нужно уже на чужой половине поля встречать соперников футболистом Штарк но здесь Лещенко играет далеко выигрывает Петросов борьбу Мельничука но мяч уходит боковую отболиста Бордова в голубой футболке и желто-зеленый продолжает свои атаки Кравченко немножко судорожно но получилось точно на Бонадысенко тот сложную передачу по прыгающему мячу пытался на Никитянова вырезать не получилось и контр-атака Динамита красиво сыграна это пенальти или штрафной штрафной но это будет желтая Маслянова здесь поддели здесь без каких-либо вопросов не знаю зачем претензии предъявлять это игровой эпизод да это был жесткий фолл стороны Петросова но как здесь надо было еще играть и не сказать что это была какая-то запредельная грубость безусловно так и травму в целом можно получить конечно но травму можно получить в любом стыке даже там где нарушений нет а так получилось что поддел футболист который на скорости уже прокинул мяч после передач после классной скидки Дениса Сорокина в итоге Динамит получает шикарную возможность закрыть эту игру потому что шестой гол если у кого-то еще есть сомнения в том кто выигрывает Кубок Москвы их развеет а бить планирует Денис Сорокин судя по всему или Масляный который заработал этот штрафной у мяча только они 4 человека даже 5 в стенке у Штарка как-то так 5 был не в самой стенке но в итоге и он в стенке ну а Денис Сорокин что пожалуй собирается вот этим действием оформить титул MVP матча он на 54 минуте реализовывает штрафной удар исполняя его в угол вратаря Арсений Зайцев как часто делает голкипер в ЛФЛ поставил в один угол стенку сам встал по центру как бы чтобы все контролировать чтобы оба угла контролировать на деле получается ты не контролируешь ни один из углов но так действуют многие голкиперы на самом деле ну а это седьмой мяч разваливается Штарк и забивает Масляный ну да без него гола этот финал был бы неполноценен наверное жалко конечно Штарк идти к финалу вот так вот долго и упорно и проиграть крупно но может быть нужна была ответная встреча Штарку чтобы все перевернуть конечно немножко иронизирую это не та команда которая позволит кому угодно отыграть в нее пять мячей давайте вот сегодня финал Гефест СДК Лига Чемпионов они сильнее конечно чем Динамит пожалуй но вот по заказу пять мячей выиграть у Динамита они смогут я очень не уверен я уверен что Динамит и с теми и с другими смог бы как минимум зарубиться это вполне себе команда уровня Еврокубков и то есть Большой Москвы и если она не растеряет то что есть а предпосылки предпосылок нет к этому то наверняка мы через год выше Лиги коллектив Сергея Чиликина увидим Масляный опять хорош опять хорош берет мяч вот и Егор Смирнов появился и бьет Егор Смирнов и неплохо но высоковато все же полагаю что не будет уже добавлено времени соответственно нам меньше пяти минут остается до финального свистка Алиудинов возвращается в игру возвращается Денис Поляков у Штарка Брынкин тоже на поле не меняют не меняют Бонадысенко Каратаев по-моему впервые ушел сейчас и по-моему впервые Поляков и Печенин но в центральной зоне точно они вместе впервые Поляков ниже Печенин выше Брынкин получает мяч на правом фланге пытается пойти в обгорш еще от него мяч уходит да все верно здесь классно действовал Роман Мельничук тоже большой объем работы проделал может быть не был столь ярок впереди завершающей стадии в пред голевой но важную роль в этой победе играет на Попова Динамит уже спокойно разыгрывает но здесь потеря Мельничук ошибается Бонадысенко катит Печенину и получилось не очень удобно но в итоге каким-то невероятным образом третий мяч все-таки оказывается в воротах Лещенко как прошла эта передача сейчас у Печенина на Бонадысенко Бонадысенко дал плохо а Печенин дал как-то уже невероятно чтобы это все прошло но бить ему было неудобно и тем не менее как говорится хороший пас не пропадет дошел мяч до Бонадысенко и тот дубль оформляет 7-3 перед Штарк можно снять шляпу команда бьет до самого конца молодцы все делает здорово все делает здорово и сейчас и сейчас смотрите опять подлавливает Бонадысенко подловил на ошибки в обработке мяча футболиста Динамита в данном случае это был Константин Тезин которого сейчас меняют ну и Тезин оперативно сфалил все правильно сделал еще и умудрился без желтой карточки обойтись молодец тут же замены прошли сейчас еще будут но это уже а это опять у Динамита возвращается Денис Сорокин в игру это Константин прошу прощения Кирилл Сорокин возвращается в игру братья Сорокин конечно важную роль играют тоже в успехах Динамита их возвращение большое подспорье сегодня какой вклад они вносят в эту победу она все таки будет это понятно остается играть минуту с небольшим после чего у нас начнется желто-зеленый праздник конца которому я думаю сегодня не будет но все продолжится у нас здесь на Флотской финалом Лиги Москвы где встретится западный Портер или Портер СВ даже называется по-моему команда нет Портер просто тяжело разобраться в системе Портера клуба Новика и Кочеткова людей благодаря которым мы имеем такую замечательную арену как Сетунь Парк ну и с ними сыграет зеленоградская команда Дзеп Дзеп номер 7 интересный сильный корректив Никита Лаврентьев который сейчас на поджесе трансляции для вас эту игру прокомментирует ну а Динамит похоже в атаке закончит этот финал пытаются красиво разыграть уже могут себе позволить эти элементы жестые футбольные эстетики называйте как вам больше нравится ну и все финальный свисток фиксирует победу Динамита взрыв очередной болельщиков которые немножко немножко притихли наверное собираясь духом и силами к празднованию ну и Кирилл Рудов приводит замещая Сергея Чиликина к победе свою команду в этой Кубке Москвы за что ему от Сергея Чиликина низкий поклон сейчас будет церемония награждения уже братья Смирновы президент и вице-президент ЛФЛ готовы награждение провести поклонники Динамита фотографируют историческое табло успели или нет его уже начали менять здесь но у нас все быстренько происходит ну а своим болельщикам Динамит аплодирует вопрос о том где шампанское я думаю оно сегодня будет и его будет много уже идет разминка команд которые будут сейчас играть у портера по-моему три состава сегодня у цеп номер 7 тоже все с кадрами в порядке все настраиваются на очень серьезную борьбу ну а сейчас награждение Динамита так Алексей подлегаев куда-то побежал зачем интересно будет узнать за кофтой клубной а а а а а лечен а получит а рук дмитрия или артема смирнова этот трофей великолепный приз кубок москвы который пополнит коллекцию многочисленную коллекцию призов выигранных Динамитом на полях ЛФЛ по большей части на полях северо-западной лиги но вот и флотская стала наверняка счастливой для команды я бы Сергею Чиликину такой если можно совет но шуточный он сам решит что ему делать дал вот эти имена и фамилии всех кто принимал участие в этом кубке набить в окантовке контуров стадиона на флотской например трибуны будут возвышаться или что-нибудь или газон который стоит поменять конечно уже но вот видите успел этот газон увидеть кубок москвы выигранный Динамитом затягивается все как всегда во время еврокубков но вот сейчас Кирилл Рудов подзывает свою команду а Артем Смирнов у него интересуется я так понимаю что там сверяют списки лучших игроков давайте посмотрим кому что вручат очень серьезен Кирилл Рудов несмотря на победу да уже шарфы Динамит кстати вот эту линейку шарфов готовил насколько я знаю именно к финалу Кубка Москвы команда подработал и кстати вот еще интересная информация я пропустила Сергея Чиликина что весь год Денис Сорокин бил штрафный и все время летела мимо вот в финале в самый нужный момент хотя конечно уже было ясно что Динамит побеждает но все равно в финале уложил он мяч под самую штангу и вот сегодня с победой как раз Денис Сорокин заряжает Сергею Чиликину передают футболисты Динамита большой большой привет и сам Сергей низкий поклон адресовал Кириллу Рудову но я думаю что и Кирилл Рудов и вся команда низкий поклон Сергею Чиликину тоже адресуют фотографии фанатов с Денисом Сорокином такой намек на то кто у нас будет MVP этого матча но не факт на самом деле претендентов много и сейчас нужно дождаться уже церемонии награждения которая у нас да вот так неспешно происходит но ничего мы никуда не спешим у нас сегодня везде нефиры и так самые ценные игроки турнира и финала Арсений Зайцев голкипер Штарка но Владимир Лаврухин идет получать Арсений в раздевалке по-моему еще или уже спешит наверное на другую игру и так все очень оперативно происходит так ну а здесь конечно не могло обойтись без него Андрей Маслиный великолепный футболист один из лидеров и один из системообразующих игроков Динамита серебряные медали получают футбольный клуб Штарк ну и вот да были местами жесткие стыки на этом поле в этом матче но футболисты Штарк проходят и получают порцию честований от чемпионов от Динамита ну и собственно самих футболистов Динамита поздравляют с победой в Кубке Москвы наверное так все и должно заканчиваться хорошо если так будут заканчиваться все финалы бывает конечно так не всегда но здесь у нас все образцово проходит ну а теперь Динамит получает свои медали последним наверняка пойдет Алексей Лещенко чтобы получить кубок из рук Артема а может Дмитрия Смирнова они оба сейчас награждают золотыми медалями футболистов Динамита Уэта Чемпионов у нас не громко звучит сейчас на стадионе может быть к финалу Лиги Чемпионов мелодия станет громче ну а вот да тут еще порция медали для Чиликина и не только а теперь вот тот самый момент кубок Москвы Алексей Лещенко получил и Динамит отмечает эту победу чил-чил-чил если вы не разбираете то что звучит сейчас дружным скандированием желто-зеленых Динамит чемпион поздравляем с этой победой ну и на этом я буду с вами прощаться в этом эфире еще сегодня услышимся передаю слово Никите Лаврин